Можно ее регулировать, чтобы струей сбивать огонь, либо напор. Сохранение и восстановление лесного фонда – работа непростая, но одна из важных. Именно поэтому организаторы Каннского лесничества все чаще вовлекают молодежь в данную отрасль. Сами же участники проявляют колоссальный интерес в этом деле и планируют в будущем стать именно лесопожарными. Я вообще хочу сюда устроиться, потом, когда вырасту, поработать, тут попробовать. Мне это очень интересно. Я первый раз участвую, выступаю в школьное лесничество. Раньше мне удавалось участвовать в подобных конкурсах с темой леса связанной. Я решила попробовать вступить. Думала, открою что-нибудь новое, узнаю. И есть возможность съездить в всякие лагеря, участвовать. И тем более это дает возможность в дальнейшем образовании. Познавательные мероприятия по охране, восстановлению леса проходят традиционно в развлекательной обстановке. Любопытные и пока еще неопытные в этом деле ученики во время экскурсии проявляли неподдельный интерес и активно принимали участие в конкурсах. И самое главное, ребята дали клятву беречь лесной фонд. Посещать занятия лесничества? Придемся! Участвовать во всех мероприятиях? Придемся! А потом посвятить свою жизнь лесному делу? Придемся! Для ребят состоять в рядах школьного лесничества – это визитная карточка. Ведь в будущем каждый из них при желании связать свою профессию с этой деятельностью будет иметь преимущество при поступлении в профучреждение. Цель этого мероприятия – профориентация молодежи на наши специальности лесного хозяйства. Это более проориентировано, чтобы они уже посмотрели с младших классов, куда, что можно пойти. Мы им показали и пожарные машины, и лесничество работу. Ребята сейчас проходят какое-то все равно обучение в школьном лесничестве, что-то получают, какие-то знания. Поэтому, я думаю, это очень хорошая профориентация для них будет. На этот раз в школьное лесничество вступили 14 человек. Каждому из них выдали подтверждающее удостоверение. Теперь же целый год участников ждут различные насыщенные мероприятия, в которых они получат как теоретические знания, так и практические навыки работы лесной отрасли. По итогу ребята отправятся на краевые сборы школьных лесничеств, где обменяются знаниями с участниками движения из соседних городов. Кристина Кусев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.